Приветствую вас, Ольга. Ваша дочь активно пытается помочь людям, которые, ну, вот, вокруг неё, она активно пытается быть людям, людям полезной. И, на мой взгляд, это то, что заслуживает самой пристельной оценки, самого пристельного внимания с нашей стороны, с вами, потому что её поведение означает, в том числе, что она нуждается в этом самом внимании, возможно, даже в каком-то одобрении со стороны, ну, людей, да, одобрение со стороны, вот, тех, с кем она учится и так далее. Вот, мне кажется, что на это, в первую очередь, вам нужно обратить своё внимание, да. Для чего она так поступает? Зачем она даёт постоянно списываться? Зачем она постоянно с ней помогает? И, если честно, я вижу связь такого её поведения с тем, что вас забудут о пределах оценки. Я, конечно, понимаю, что, возможно, сейчас как-то забегаю вперёд, возможно, немного, но вы, точнее, не вы даже, а вас волнуют её оценки, а она пытается быть полезной. То есть, это означает, что есть разница в том, что важно для, к примеру, вас, и что важно для, ну, для неё. Так вот, есть разница между этими двумя аспектами. Соответственно, как только вы для себя сможете уловить, в чём нуждается ваша дочь, что ей нужно, и сможете это ей именно внутри семьи давать, то я полагаю, что она будет куда меньше списывать и заниматься той самой активностью, которой занимаются вы сейчас. Но для того, чтобы это стало реальным, ну, действительно реальным, вам нужно, ну, на мой взгляд, вам нужно перестать беспокоиться о том, мол, аем, оем, на нём, на чем, оем, на счёт, какие у неё оценки. Для того, чтобы ситуация нормализовалась, вам нужно перестать демонстрировать здесь, что оценки это то, что вам важно, и продемонстрировать ей то, что вам важнее именно желание дочери. Ибо очень много проблем возникают именно из-за того, что родители озабочены оценками, родители озабочены тем, как ребенок учится, а ребенок пытается через ту среду, где он находится, в данном случае это среда школьная, дополучить то, что недополучает в своей семье. Соответственно, позиция здесь такая. Ну и последний вопрос, который у меня к вам будет, наверное. Это вопрос о том, для чего вам, вот именно вам, да, зачем, чтобы она хорошо училась. Почему вы этого так хотите? Почему вам не важно то, что ребенок, не важно, какие цели преследуют ваш ребенок, действуя в той или иной, в том или ином направлении, а вам важны именно оценки. То есть она учится с 5-4, это, в принципе, более чем достаточно. Вот. Но вам почему-то именно больше. Зачем? Я вас не обвиняю, я хочу, правда, чтобы вы вот как-то, ну, как-то вот поразмыслили немного на эту тему, как-то преследовали данный аспект, и тогда вам будет гораздо легче увидеть, что вы можете сделать в этой ситуации. Подобное изменение поведение не обязательно прекратит действие вашей дочери, но, по крайней мере, снизит его до, скажем так, естественного, ну, естественного состояния. То есть, снизит ее активность, да, снизит ее активность до того уровня, когда это будет идти, ну, когда это будет абсолютно искренне. Вот. Эм, я думаю, примерно так можно вам ответить, если вы хотите это изучить, если действительно вас волнует, если вы действительно беспокоитесь за дочь. Вот. Не за себя, да, не за ее оценки. А именно, именно за дочь, если вы беспокоитесь, то это вот хороший достаточно вариант, который вы можете для себя реализовать. Ну, также я рекомендовал бы поисследовать, как у нее с друзьями складываются отношения, в том смысле, нет ли там каких-то, ну, каких-нибудь проблем у нее. Вот. То есть, если у нее друзья, хорошо ли у нее все с общением, с социализацией, вот, если нет, то ваше действие, возможно, не окажется никакого эффекта. Ну, и в целом, я порекомендовал больше интересоваться тем, что ваша дочь чувствует, то, что ей важно, то, что ей нужно. Вот. Я бы больше рекомендовал бы на это обратить внимание. Так можно вам ответить, я надеюсь, что это было полезно для вас, если понравился вам ответ, буду рад, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...